Только сняли себя медвежью лапу, да? Это опять же энергоскопическая поза и заняли стойку вперед на эту ногу, да? Тут можно делать движение как вперед с утяжелением, да? Вперед у нас нажим, так и назад. Те же самое лапу леопарда назад. Или даже если вы легкие движения делаете, какие-то поглаживающие, такие мягкие, тоже идете назад. Видите, у меня таз постоянно работает, или если я наклоняюсь, то я, видите, всем корпусом наклоняюсь, таким образом делая гимнастическое упражнение для самого себя, понимаете? И человеку хорошо, и мне хорошо. По сути, у вас пациент не видит, что вы делаете. Далее переходим к этому крестцу. Ну, вы поняли, да, где точка находится? То есть выходит у него вот такой гребень, и между ними идут нервы, которые идут. Вот он, по-моему, четвертый, сейчас насчетуем. Раз, два, три, четыре. Это больно, да, потому что это нервы. И там же находятся точки болевые. Еще более точка здесь вот, пять. Вот у себя тоже перегружено, как у массажиста. Ты же массажист? Да. У него перегружена эта часть бывает, поэтому это тоже мы расслабляем. Четвертый примерно, третий, третий вот этот нервный крышок, он является все дальше нервным. Он идет вот сюда, и это будет везде болеть. Болеть, да? И он может промассировать отдельно, вот так вот глубоко залазя под нашу общую, большую, широкую ягодичную мышцу. Она идет вот так. Он вам показывает, да? Да, да. Вот крестца, под гребня вот этих воздушных костей все мышцы идут вот туда, они будут крепиться. Но под ней есть еще грушевидная мышца. Вот такая. Она как раз налегает на этот седальщий нерв. И мы можем с помощью этой мышцы, мы его можем ощупать, она бывает воспаленная. То есть воспаленный не сам нерв, воспаленная опять эта мускулька, эта мышца нашего организма. Мы можем ее найти и через нее продавить вот этот нервный крышок. Больно, да. Особенно у женщин это место достаточно болезненно бывает, потому что на них всегда тазовая область как-то нарушена или там застужена, корточки носит короткие. Это все вредит вашим этим местам. И женским внутренним органам тоже вредит. Вот еще вот здесь вот есть. Точка тоже больная, да? И здесь вот есть. Такие триггерные точки. Ну их много. Я уже не знаю, куда я наношусь, и везде будет. Какие действия? Я просто, ну чувствительная я. Хорошо. Вот, давайте попробуйте нащупать. Смотрите, вот где ямочки, да, такие. Здесь заканчиваются. И такой вот здесь ободок костный, вокруг которого часто скапливаются всевозможные соли, как называемые карманы организма, залежи вот этих шлаковые. Их тоже нужно провести и растрясти, и удовести туда. Под подздошную кость в плохую область. Вот туда. Попробуйте это глубоко нащупать. Сейчас у нас работает более глубинно, а растирание и разминание мы уже закончили. Ищите пальчиками. Ищите пальчиками, нащупывайте вот эти все зоны. А сейчас как нащупать? Ну, нащупал, нащупал уже давно. Нащупал уже, да? Это прямо утонул. Да. Вот вокруг вот это косточки вот так вот они лежат. Теперь нащупал вот эти вот точки. Прям нащупал, где косточка заканчивалась, там будет впадень. Это вот эти вот. Впаденька такая, да. Вот так вот по треугольному корму расположен. Нащупал, да? Вот и промассировали такой технику шиатсу, да? Далее можно, опять же, лапой леопарда вот так вот делаем такой-то уголок, да, расширяющийся. А вы? Да, вот эти делаем, да? Да, мы так расширяем. Берем близко, берем вместе, а потом так раз и разводим. Раз и разводим в сторону. Так, получается лапа леопарда, да, это та же самая. Вот. Здесь можно глубоко залезть. И в принципе, вот часто у людей бывает этого достаточно. Я там, одному мужчине по 15 минут массирую только вот эту часть. Представляете? Проверяю все вот эти вот натяжения мышечные. Проверяю, где там какой-то зажимчик. Залез вот сюда, я прямо вот так-то и пробиваю его. Это бывает больно, зато потом легче становится. Терпить, а потом будет легче. Вот прям за зажимом. Можно даже вот так вот огибать позвоночник, проходя вот этот крестец до самого хвостика. До хвостика. А вот хвостик приятно. Куда это делать? Был я, сейчас. Это какая разница кто, собственно. Больно. Да, это болезненно. Если у особенного человека есть проблема. Боль тогда возникает там же проблема. Попробуй. Нет, найдите сначала вот эти вот, где соединяются, где стыкуется пятый позвонок. Не дадите там, там все. Большим пальцем. Да, вот так вот. Ты как бы, знаешь, как бы любовно огибаешь. Нормально, нормально. Да? Вообще это движение может начинать прямо отсюда. Вы как бы берете и каждый позвоночек как любовно его обходите. Прогибается. Немножко разводя в сторону, вот эти вот мышцы скованные. Доходите досюду, и тут вот так мягко. Мягко. Это вы какими пальцами делали? Покажите, наверное. Большими. Я уже 21 пальцем делаю. Опять у меня массаж. 6 рук. Нет, нет. Ты знаешь, как я тебе взяла? Нет. Поднималась. Так как вы где-то делаете? Ну, так вот. Покажите, как? Вот так сейчас. А, все, я понимаю. Там есть несколько способов захвата. Сейчас еще покажу. Леги. Можно, вообще-то, конечно, делается еще и спереди. Вот отсюда. Когда я заканчиваю шею, да? Я потом беру вот эти вот мышцы и начинаю дать позвонки друг на друга. То есть, вот эта гребенка, да? Я говорю, это сюда, это сюда. Асисты отростка так вот у вас идут, да? Одним пальцем на улицу сюда, другим сюда, одним сюда, другим сюда. И так по очереди проходимся до самого низа. Ты расслабься. Татьяна, расслабься. Это статус. Смотри. Да, не обязательно тут уже совсем сильно нажать. То есть, вот так вот мы проверили ротацию этих позвонков, да? Асисты отросточков. Доходим до конца. Далее мы можем как сделать? Мы можем перекрестить пальцы, да? Вот так. И отводящим движением от каждого позвонка отводить вот эти вот... Вот это приятно. Вот это приятно, да? Да. Ты нам говори, как хорошо, как плохо мы делаем, где приятно. Вот это приятно. То есть, дорогие зрители, видите, как мы сначала давили на эти позвонки, вот так вот по очереди, большими пальцами. Теперь мы, перекрещивая пальцы, раздвигаем мышцы от позвоночника вдоль всего позвоночника. Понятно, да? Можно просто восьмерочку так вот на пальце между ними вот так вот рисовать. Это уже больше такой крелакс массажа, чтобы запустить энергию в нижнюю часть таза. От головы вот сюда. И согревающим вот так. Согреваем, согреваем. Крестеться. Дальше, чтобы крестеть еще больше разогреть, да, и вот эту поясничную часть. Опять соглашаем, что мы делаем до этого. Масла мало. Дай-ка еще масла. Согреваем вот эту часть. Можно подключить все, весь локоть. И так же идем до конца наших глядей, с этой стороны, либо с этой стороны. Чуть-чуть дам еще. Запустим. Проработав таким образом ягодицу, да, углубляемся в нее, где идет седачный нерв, а он идет примерно вот по такому наклону, ну, как это определить? Где-то градусов 45 получается, да, от оси позвоночника? Вот сюда. Значит, проработав вот этот седачный нерв, находим, где он цепляется, к душевидной мышце, она цепляется где-то здесь, к крестцу, да. Ее также можно ощупать, вот, больно здесь? Тут мы чувствуем вот эту вот, видите, как мышца цепляется, вот эту часть, мы прямо тут можем почувствовать. И опять мы ее прорабатываем пальчиком, либо так, либо греблем кулачка, вот этой частью, соответственно, да? Ну, давайте вместе с двух сторон. Синхронная работа у нас сегодня. Хорошо? Да. Говоря ушла, да? Да. Далее, смотрите, проработали вот так, да? А вот у нас, где касается бедренная кость, и там такая, как бы, кулачок, упирающийся в сустав. Помните, как скелетовый вид? Угу, головка, да. Головка, да. Вот тут получается такая впадина в тазовой кости, а головка упирается туда. Мы вокруг этой головки тоже можем вот так туда идти. И начиная отсюда, например, шестеренкой, да? И начиная отсюда, общее движение. И можно вообще просто движение вокруг вот этого места конкретно. Могут, и масла вам хватает? Нет. Хорошо, что меньше, будет более, еще масло добавим. Сюда. И сюда. Капельку. Так что, видите, движение те же самые у нас, да? У нас уже отработали. Просто делаем локально с каждой областью. С лопаточкой проработали, с огодичкой проработали. И локтем то же самое, не забываем. Вмедлили с локтем сюда. Круговыми движениями. Потом движениями вдоль ухода мышц. Вот так вот. Раз, два, три, три, четыре, три. От центра периферии. И потом захватывающим движением локтя проходимся по вот этой вот ложбинке. Между косточкой, да? И между бедром. Видите ли, они в разных местах находятся между ними. Достаточно расстояния. Ну, развеем, например, основной кулак. Вот это место проходим с локтем снизу вверх. Снизу вверх. Попробуйте. Ладно, просто. Ну ладно, будет. Хоть отвлекает от боли. Вдоль теперь всех этих мышц. Это прямо на двигающей машине. Отсюда сюда, оттуда сюда. Вот, и можно нарисовать, как бы заканчивать чайку. Вот сюда, сюда и сюда. Обратно. Не сильно нажимаем. То есть, что я нарисовал? Нарисовываю чайку. Думаете, движение? Подожди, посмотри, закончится чайкой. Чтобы запомнить моторику. Раз. По гребню вот этой куточки мы пойдем, да? Угу. Вот, давай, Максим. Чайку или гибель? Нет, все сразу. Угу, уже вылечено? Ну, начнем локти. Они дрятся, как масло. Выползошим косточки. Они дрятся. Может, тебе масло дать на локти, то и больно будет. Больно, да, дотеряем? Сделай в телефоне. Ну, у меня же тело очень зажато. Да? Да. Да, конечно. Ну, еще, массаж в последний раз. Ну, давай, сделай чайку сначала. Раз. Потому что мы уже критер проработали, да? И как бы завершаешь это локтем. И плавно начинаешь другое движение. Заходи сюда. Круговые концентрические движения. Разминаешь. Разминаешь всю эту большую мышечную массу. Ягодичную мышечную массу. Разминаем такими большими и напишенными движениями. Угу. Захваты прям плечем-то, может, прям вот поднимать даже вот так вот сюда. А теперь от крестца, да, вот от этой диагонали, отводи вот сюда. Вот по этим полосам. Полосочкам таким. Массажем и движением дальше к косточке. Таким образом мы всю прорабатываемую колечную большую мышцу. Прошелся. И вот здесь не забыть. То есть снизу приподнимай. Снизу, акцент туда и вот так, да. Между древним и между бедром. Вот тут бедро. Можно на косточку чувствовать, что здесь. На само бедро, на само косточку не отдаю. Только с мышечной массой. Так, запомнили, да? Ну и давайте дальше мы... Как заканчивается, тоже мы уже говорили, да, вчера. Поглаживаниями, постукиваниями. Потом мануальная техника. И любым способом можно закончить, да, вот эти процедуры. Но сейчас мы про мануальную технику сделаем для нашей пациентки. Маша должна попробовать, да? Дается правый поток. Так, теперь без мобильника. Маша, давай лучше ты посмотри на тело, как его раскачивать. Помнишь, да? На себе же пробовал? Да. Смотри отсюда. У многих. У меня тоже на сережке не восклик. У тебя острый ранее. Ну, ты, 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 ну, ты. Вот. Руки я обычно рекомендую просто сверху. Продолжение следует...